Приветствую вас, подписчики и гости моего канала. Если вы любите новости о Доме-2, не забудьте подписаться, чтобы всегда быть в курсе свежих и актуальных новостей. Ульяна Павлова призывает выгнать на голосование обманувшего ее мельника. Брошенная Максимом Мельником, Ульяна призывает поклонников никому не доверять. Ей обидно, что ей такой доброй, хорошей девушке пришлось столкнуться с предательством, устроенным Максимом Мельником. На проект пришла его бывшая девушка, тоже танцовщица, как и он, и молодой человек решил вернуться к своей возлюбленной. Максим Мельник расстался с Ульяной Павловой ради своей якобы бывшей девушки Юлии, которая пришла на шоу следом за ним, чтобы забрать его домой. Ульяна надеется, что на ближайшем голосовании парочку отправят домой, раз они посмели использовать ее как проходной билет. Никто не верит в то, что Юлия и Максим на самом деле совершенно случайно так быстро помирились. Ульяна уверяет фолловеров, что понятия не имела о таком предательстве. Она по-настоящему увлеклась молодым человеком, ездила с ним в город, успела познакомить его со своими друзьями и даже хотела познакомить с мамой, которая отмечала день рождения, но в последний момент передумала. Все это заставляет ее страдать еще больше из-за поступка жениха. В сети гуляют слухи, что Максима зовут Виталик, а Юлия Аполлинская знает о его ночных приключениях с Ульяной Павловой и ничуть не ревнует. Пользователи же не слишком торопятся сочувствовать Ульяне, осуждая ее за быстрое волшебство, на которое она согласилась уже на второй день знакомства. Кроме того, мало кто верит, что Ульяна не принимала участия в заговоре. Стоит отметить, что Мелик появился на шоу довольно ярко. Он танцевал Ульяне на пилоне и довольно быстро ее очаровал. При этом молодой человек совсем не желал вливаться в жизнь коллектива, предпочитал отстаивать Павлову на лобном и соглашаться с ведущими, которые называли его просто милым и добрым парнем, не способным на конфликты. Стало известно, почему Майя Донцова так держится за Дом 2. Одна из самых стареньких участников Дома 2, Майя Донцова, давно нашла свою любовь и вышла замуж. Поклонникам телестройки Майю и Алексея преподносят как идеальную пару. Ребята никогда не ругаются, не выясняют отношения, всегда поддерживают друг друга. Для коллектива, например, один вопрос, что эта пара делает на проекте. Как только ребятам задают этот вопрос, они тут же заявляют, что очень хотят стать родителями и мечтают сделать это на Доме 2. Но по каким-то непонятным причинам пока не могут. Оказалось, что причина вполне понятна. Донцова считает, что детей заводить рано, она хочет стать певицей. На острове любви у Майи не было возможности развиваться творчески, но как только она вернулась в Москву, представила на суд зрителей сразу три своих песни. Девушка очень вдохновлена своим прошлогодним выступлением на конкурсе «Человек-года» и намерена повторить свой триумф. Удивительно, что свое прошлогоднее выступление Майя оценила как удачно. Тогда вокальные способности девушки высмеяла Ксения Абородина. Ее поддержали зрители. Впрочем, теперь стало понятно, почему Купин и Донцова так держатся за проект. Кроме того, пара все еще надеется стать ведущими. Полиция поймала одну из антифанаток, которая досаждала Саши Черно. Александра настроена наказать всех тех, кто долгие месяцы и даже годы досаждал ей в сети. После недавнего инцидента с телефоном номер Черно кто-то слил в сеть. Девушка пошла на крайние меры и обратилась в полицию. И, судя по всему, бывшая участница Дома 2 уже получила первые результаты. Александра записала видео для тех, кто посмеивался над ее решением встретиться с обидчиками исключительно в суде. Как выяснилось, к одной из таких дамочек после заявления Черно полиция пришла в квартиру. Впрочем, своей вины растерянная женщина пока еще не признала. Ярая антифанатка устроила истерику, прикрываясь детьми. Правда, это совсем не впечатлило узнавшую обо всем Сашу. По словам бывшей участницы Дома 2, на этот раз ей недостаточно просто извинений и она готова идти до конца. На проект вернут бывших участников, чтобы тормошить наших героев. Ксения Бородина заявила, что болото, то бишь участников, нужно постоянно тормошить. Ведущая одобряет поведение Насти Балтер, которая постоянно пристает к новым участникам, оскорбляет их и показывает на выход тем, кого считает непригодными для проектной жизни. А вскоре стало известно, что эту миссию доверят еще кому-то из старых участников. В одной из официальных групп телестройки появился список тех, кто готов снова вернуться на родное шоу и перезимовать под камерами. В списке есть успешный риэлтор Захар Соленко, две подруги Алена Савкина и Яна Захарова, дважды разведенная девушка Лиза Триандефилиди, Непара Алексея Кудрышов и Настя Болинская. Также там числятся Настя Сосевьят, Лилия Четрару, счастливые и влюбленные Таня Строковой, Даня Сахнов и переросшие проект Аганисяны. Правда, Аганисяны еще вроде как торгуются за лучшие условия и в разряд бывших пока не попали, так что бывшими не считаются. О том, что ждет Настю Сосевьят, постоянно твердит Максим Колесников. Он уверен, что девушка от него без ума и мечтает о крепких отношениях, поэтому и просится обратно даже в убыток себе. Настя уверяла, что участникам перестали платить проценты за рекламу. Кстати, у нее появилась питомица, так что на проекте появится еще одна собачка. Лилия Четрару вроде бы не помышляет о возвращении, а всего лишь согласилась появиться на ББ, немного попортить кровь Захарьяшу. К тому же все возвращенцы старше нынешнего состава телестройки, где вроде бы брали курс на молодежь. Да и можно ли говорить о возвращении, когда Савкина и Захарова только недавно покинули периметр, а Кудряшова самого постоянно надо тормошить. Ольга Рапунцель впервые показала родного отца. Оля всегда знала, что среди зрителей у нее невероятно мало поклонников. И дело не только в том, что многие осуждают ее за прошлое. Поклонники реалити давно раскусили эту дому. И если некоторые откровенно потешаются над девушкой, которая придумала себе собственный мир, то иных это откровенно раздражает. И нет ничего удивительного в том, что свою неприязнь люди перекладывают на детей Ольги и Димы. И больше всего досталось именно маленькой Софии. Как только супруги Дмитренко показали свою младшую дочь, в сети появилась масса слухов о том, что ребенок болен. Кто-то считал, что это врожденные патологии, другие утверждают, что девочка слишком перекормлена. Но это вина нерадивой мамаши. К тому же София многим кажется не очень симпатичным ребенком, что, возможно, и положило начало конфликта Саше Черно. Ведь ее малыш влюбил в себя публику с первого взгляда. К тому же не прекращаются споры о том, на кого же похожа девочка. И если Василиса просто копия своего папы, относительно Софии никто не может сказать ничего точного. А так как Коля очень переживает из-за разговоров о младшей дочке, она решила раз и навсегда остановить ужасные слухи и показала своего родного отца, считая, что девочка похожа именно на него. Подписчики с Ольгой не согласны, увидев только ее сходство с папой. Так на кого же похожа маленькая София? Пишите свое мнение в комментариях. В сети назвали единственную реальную кандидатку на победу в конкурсе «Человек года». Анастасия Голд решительно настроена на победу в ЧГ. Несмотря на отсутствие особой любви со стороны зрителей, сама девушка убеждена в своих лидерских позициях в конкурсе. Более того, в сети Настя уже привела весомые аргументы, с которыми сразу же согласились и ее фолловеры. По мнению Голд, ее главный козырь – брак с Ильей Яббаровым. Напомню, до Насти Илья был женат лишь единожды, да и то без особой любви. Кроме того, саратовский шансонье отказался жениться на матери своего сына Алене Савкиной, а вот Анастасию все же отвел в ЗАГС. Правда, в подобные аргументы верят, как видно, исключительно сама Голд и ее приспешники. По мнению большей части зрителей Дома-2, брак с Ябаровым – сомнительное достижение. И уж, конечно, такое достижение не заслуживает титул Человек-года. Ксения Бородина заявила, что ей противно смотреть на женский состав Дома-2. В недавнем эфире шоу «Бородина против Бузовой» Ксюша не смогла сдержать своего негодования по поводу поведения девушек на проекте. Ведущая даже не удивлена тем, что зрителям неинтересно за ними наблюдать, никаких интриг, тонких уловок, только хабальство и доступность. Ксения заявила, что ей противно смотреть на то, как красивые молодые девчонки устраивают разборки, потасовки, кричат и ругаются. Нет ничего удивительного в том, что парни не хотят строить с ними отношения. Поклонница Ибарова Настя Балтер убеждена в том, что она яркая участница благодаря тому, что всегда говорит правду в глаза. Говорит, но только тем, кто не может ей ответить. Ксюша убеждена, что подопечной не хватает женственности. Ксения не понимает, где кастинг-служба должна искать парней для таких девушек. Возникает вопрос, зачем держать на проекте такой состав? Может быть, пора сделать ставку не на дам подобного поведения, а на тех, с кем парням не стыдно будет строить отношения? Может быть, пора полностью перезагрузить женскую спальню и не принимать девушек с сомнительной репутацией? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!